здравствуйте друзья утренний вопрос есть ли жизнь в программировании для свитчеров после 40 то есть имеется ввиду кто профессию меняет мой опыт говорит что нет я сам углублялся в джаву и действительно немало чему научился а там глубина неизведанная в смысле того что нужно знать это правда так вот были у меня и свои проекты и есть сейчас причем уровень как по мне вполне далекий от того что человек может узнать прочитав книгу типа java для начинающих но все это не помогло найти себя на этом поприще программирования в общем так это дело и сдулась ибо мотивация тоже не бесконечная и думается мне что причина возраст и тут дело совсем не в том что легче всего списать все на возраст так как такие же истории я встречал не раз и от других людей вот такой вот опыт интересен взгляд на эту историю со стороны с нашей стороны естественно ну что тут сказать друзья сказать можно многое давайте мы будем по порядку значит первое что можно сказать что сильно зависит от того в какой стране человек живет в какой культуре он живет и что там принято и что там не принято например ну скажем есть общество более открытые или менее открытые есть такие как бы места где там 30 лет уже никто на тебя и смотреть не станет всерьез вот а есть такие где и в 45 там вроде и вперед поэтому я то ведь смотрю на это со стороны рынка американского поэтому на американском рынке не не заказано и 40 лет как бы не такой возраст когда человеку там кислород перекрыт и он уже не может там переучиться тем более вот на программист значит а там где вы живете может быть действительно возраст это все я же не знаю я даже не знаю где человек живет следующий момент вот какой сильно зависит от профессии и в данном случае программирование может быть самая благодатная почва вот в частности там даже java для того чтобы в таком возрасте уже посолидней совершать такой скачок вот этот карьер change если допустим 40 лет вы решили стать инженером электриком который занимается скажем разработкой там цифровых дизайнов микросхем там и так далее я думаю что ваши шансы просто равны нулю ну зависит от того чем вы раньше занимались но если вы как бы совсем вот из другой области то просто ноль никак никто даже разговаривать не станет это абсолютно закрытая такая почти кастовая область вот а программирование тоже джава абсолютно открытая господи заходи кто хочешь там давай можешь там вперед вот поэтому от профессии зависит теперь от места где ты живешь от профессии зависит нам конечно еще от адекватности человека тоже много зависит то есть не то что адекватность но адекватность относительно поставленной задачи значит либо человек говорит я хочу понять как это сделать поскольку я понимаю что задача непростая да я хочу разобраться как это лучше сделать и я буду это делать вот по этому пути а второй путь чек можно сказать ну я вот думаю что я это буду делать вот так и дальше может оказаться что направление которое он выбрал провальная более того из моего личного опыта человек который сам по себе начинает определять направление того как перескочить в другую область без того чтобы ему путь этот прочертили грамотные люди которые из той области его шансы практически никакие то есть он он обречен и я вижу признаки вот этого вот в той истории которая сейчас зачитал то есть он решил что он это сделает вот так он прочитал книгу этом две книги 10 книг он оценил себя как человека достаточно крутого там в книжке такого не прочтешь он сам себе придумал проект и так далее и так далее так далее в итоге это не работает и я не могу так уж прямо вот четко сказать что дело именно в том каким путем он там пошел но но в общем то выбор пути я просто перечисляю это как фактор очень важный то есть либо те дали направление там и пинка в это в нужную сторону либо нет и ты сам копошишься и вот она и не получается люди которые смотрят со стороны у у них другая оценка понимаете они не говорят о ты смотри мужик там это в книжке не прочтешь они же по-другому смотрят следующий момент от которого зависит это не помимо того что вот он так скажем разобрался в этой джави или не разобрался так чтобы можно было работать а следующий момент состоит в том что работу надо искать и здесь опять надо уметь понимаете то есть можно хочу уметь вот там шлешь резюме и шлешь ну конечно да ну результат вот такой понимаете то есть еще кое-что надо знать вот кроме того что вот там взял газету или там пошел на веб-сайт то есть конечно может тебе и газеты и веб-сайт как-то помогли то есть полно людей которые вот так вот раз и и помогло вот у меня в онлайн классе мальчик за 10 минут до последнего урока до начала последнего урока он получил оффер в лос-анджелесе молоденький мальчик армянский значит он радостный такой и а он даже резюме не повесил на дайс он вот у него было резюме он его бах на крекс лист бросил ему тут же позвонили тут же поговорили там два дня он был на рынке пошел на работу и он даже не вывесил свое резюме там на поисковике но если вы скажете вот смотри как надо работу искать но понимаете как ну да но не у всех так получится пойти история поэтому такая вот такая штука кроме того вот мне например не не очень симпатично вот это вот рассуждение что вот мой опыт такой что там место под солнцем нету сорокалетнему но это не только мое а вот еще другие люди которые тоже самое говорят и вот я поэтому как бы обобщаю опыт большого количества людей и вот я делаю вывод что нету дороги там разве так можно пробиться то чтобы пробиться надо найти тех людей у которых получилось людей у которых получилось намного меньше чем людей у которых не получилось потому потому что всякая более менее сложная задача отсеивает львиную долю людей которые пытались вот так как то вот так как то вот там подшустрить понимаете не получилось у большинства не получается поэтому конечно можно сказать вот есть большинство которое и я вот часть вот этого большинства но вы можете сказать я хочу быть частью меньшинства у которого все получается значит хорошо так вот следующий момент который как бы близок мне лично поскольку я там тестированием занимать у меня когда первый урок происходит кстати у меня сегодня первый урок в онлайне вот в 6 часов вечера я выйду в эфир как бы ну узкий такой эфир там для своих так вот на первом уроке я всегда рассказываю специфику как бы тестирование как профессия и объясняю что именно с точки зрения того чтобы профессию поменять поменять не приобрести как не то что там 20 лет и ты пошел но вот 40 допустим и я им говорю вот представьте себе там скажем там бухгалтер ему 45 лет такой профессиональный бухгалтер 25 лет там 20 лет в профессии может ли он стать веб-девелопером они так говорят ну почему нет ну наверное там да я говорю наверное вот из 100 человек бухгалтеров которые захотят стать веб-девелопер может быть 2 человека смогут может быть даже 5 я смелую такую оценку даю может быть даже 5 смогут но если эти же самые 100 человек захотят там перековаться в тестировщики так может быть 85 смогут ну даже 50 понимаете но это же не 5 поэтому опять это все все на американском вот тут рынке я никак не пытаюсь там где-то далеко хотя у меня есть ребята вот которые пишут да которые первую работу в тестировании нашли переучившись из других профессий и в 38 там есть люди которые говорят что там после 30 уже жизни почему он 38 переучился нашел первую работу там вот я не помню это россия украина вот там нашел не в америке в америке то и за 50 находит поэтому что я хочу сказать ну вот может быть может быть надо было не с джавы ну в смысле джава неплохо но если в джаве не получается с работой может тестировать и себя попробуй а уже дальше там если вот такой зуд программистский будет уже когда ты в компании когда ты работаешь пусть тестером так ты потом можешь перекинуться если что к тебе уже отношение другое и так далее поэтому может может быть так может быть задача просто переформулировать да ну что еще рассказать давайте я вам расскажу случай с моей точки зрения это относится к вопросу тоже может быть так не так в лоб но относится я делал ну такой клиренс клиренс это интервью такое где все вопросы известны заранее и там расскажи о проекте расскажи о компании которая делает проект расскажи о там типичном там рабочем дне там что тестировал как тестировал ну и так далее расскажи о себе расскажи как тебя в киэй занесло как ты себя видишь там на перспективе то есть все вопросы известны там их штук 15 и они должны перед тем как прийти на это мероприятие они должны письменно прислать все ответы они должны их прислать то есть не то что вот что-то неожиданное такое происходит а он должен был подготовиться этот человек каждый человек который приходит он должен подготовиться и вот была там женщина из индии тоже вот лет 40 у нее компьютер сайенс образование вот у нее если посмотреть там на ее резюме то такое ощущение что ее сейчас надо брать там на 150 тысяч знаете такая вот она но начинаем мы разговор и вот выясняется что я просто для примера чтобы вы поняли вот на каком уровне разговор идет есть такая классическая задачка в интервью для тестировщиков говорят ну вот как ты будешь тестировать логин пасворд там функциональность да там логин поле значит пасворд поле и кнопочка ну там submit например или логин там как хочешь назови вот вот все что есть два поля одна кнопка и дальше значит начинается некая катастрофа потому что она написала там штук 15 тест кейсов среди 15 отсутствовал тест кейс когда ты правильный логин даешь но не правильный пасворд вот этого тест кейса вообще не было зато было там пустое поле одно пустое поле другое что там еще да были совершенно замечательные такие тест кейсы что если вдруг там есть там special characters там какие-нибудь или там еще что-то или сколько там сколько буковок там было в этом логине или пасворде понимаете то есть есть функциональность по созданию аккаунта и тебе могут сказать что пасворд например там он от 8 должен быть там знаков до 12 тогда ты будешь тестировать 8 удалось да а 7 он должен как-то тебе сказать нельзя там 12 удалось да а 13 он должен опять те как-то объяснить что так нельзя понимаете но мы же не создаем аккаунт мы же в него входим то есть есть две ситуации либо мы дали правильную комбинацию либо не дали правильную комбинацию логин и пасворд все есть миллионы способов дать неправильную комбинацию это правда но но почему я рассказываю да мало того сам по себе текст вот вот как это было сформулировано значит там написано было так а протестировать веб страницу понимаете да то есть во первых там не было сказано что это веб или мобайл там или под windows или на маке слова не было сказано постановки задачи но но дело не в этом ну хорошо пусть будет в пусть будет на вебе но протестировать веб страницу не функционал а веб страницу значит протестировать веб страницу на велит логин велит пасворд вот такая формулировка идет и то есть как бы катастрофа началась вот с первого задания дальше мы начинаем беседовать и не на один вопрос который там есть она не может ответить связано вопросы более менее технические ну там ну по специальности допустим что такое regression testing да с тремя ошибками грубыми полное непонимание там что такое ну там еще есть несколько видов там release acceptance там user acceptance полное непонимание значит я к чему рассказываю а резюме такое ну вот прямо программист готовый вот бери его ставь там и и все это к чему я рассказываю вот вы поговорите с ней или еще лучше с ее мужем поговорить я я его не видел но я просто догадываюсь я поскольку я много мужей вижу разных девушек которые говорят она джаву знает она это знает и они так прямо знаете вот прям хочется во фрунт так встать и руки по швам а дальше первый вопрос второй третий десятый двадцатый катастрофа просто вот ну даже никакого места нет чтобы не расплакаться а допустим удерживать удержать слезу понимаете невозможно я я я не хочу сказать что человек который это написал он вот именно такой и не 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 воспринимайте это так можно бы прямо и я не это имел ввиду я имел ввиду да мало того мы ее уже посылали на несколько интервью и соответственно нам а нам люди которые там с ней беседы говорят 0 как 0 java там туда и вот значит ну короче почему я рассказываю при том что возможностей полно вот есть рядом люди которые тебя ждут чтобы тебя взять куда-нибудь отправить вот мы да вот мы мы то хотим ее отправить у нас есть куда ее отправить но она не не соответствует поэтому в ее оценке или а тем более в оценке ее мужа она вообще должна уже сразу на менеджер может быть и типш она знает все она знает в десять раз больше чем все люди вокруг там в книжке не прочитаешь то что она знает в данном случае если прочитать в книжке конечно лучше бы она прочитала книжку в принципе им дают что прочитать здесь есть ну я не знаю что ответить в общем к чему я говорю вот много есть позиций да которые влияют и я не в состоянии будучи так издалека и даже не знаю в какой стране происходит действие диагностировать вот то есть может быть действительно вот место такое где после 40 ну там и даже после 30 может быть никак это возможно я не знаю наверное но если место не такое то все таки значит я бы сфокусировался на людях которые успешно это сделали и смотрел бы как они это делали я бы конечно с кем-то вот кто уже в индустрии и благожелательно относится к идее таких людей находят на форумах например по знакомым и так далее и они чтобы так присоветовали как это делается что важно что не важно ну и так далее то есть упаковаться с помощью профессионалов а не самостоятельно вот это тоже может быть решением ну я в данном случае как бы суммирую то что я уже раньше сказал поэтому если интерес к этому есть и вот то что я назвал адекватностью в отношении решения этой задачи да то вот вот эта адекватность она человека приведет на правильный путь и и я уже однажды так делал сюжет такой где рассказывал делился тем некоторым соображением такого плана что человек имеет право жить в собственной реальности понимаете каждый из нас имеет право на то чтобы жить в собственной реальности и никто не имеет права его оттуда вытаскивать или навязывать ему чего-то и так далее вот допустим человек пишет комментарий какой-то злобный он живет в собственной реальности это его право но у него нет права со своей реальностью приходить в мою поэтому я его и забаню и удалю там что надо и так далее потому что это моя реальность и я тоже имею право на свою реальность поэтому как бы вот значит есть какие-то границы поэтому человек живет в своей реальности он понимаете вынуть его оттуда нельзя и незачем я уважаю абсолютно стопроцентно уважаю право человека на собственную реальность но если он говорит помогите мне выбраться из этой реальности это одно тогда мы набрасываемся и пытаемся что-то сделать и так далее если он говорит а вот такая реальность и все и ничего мне вот энтузиазм у меня упал это упало мне собственно ничего не надо просто вот я хочу сказать что плохо все плохо все ну тогда я как бы говорю я гонал я при чем поэтому цель того что я наговариваю это видео состоит в том что я предполагаю что есть люди которые хотели бы эту реальность свою поменять то есть они видят свою реальность но им как бы она не очень нравится они думают а как изменить и они открыты к тому чтобы какая-то другая реальность повлияла вот и я в этом смысле как представитель некой своей реальности пытаюсь поделиться вот собственно и все поэтому мне в конце только остается пожелать успехов всем людям которые меняют профессию это в современном мире абсолютно массовый и необходимый процесс это без этого никак нельзя то есть на протяжении такой профессиональной жизни ну скажем там сорока-пятидесяти лет человек может несколько раз поменять профессию легко просто жизнь так складывается поэтому это нормально это здорово и вот так чтобы получалось и чтобы адекватненько и с как сказать и с хорошим результатом вот собственно и все счастливо